Губернатор Игорь Руденя провел заседание Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области. Рассмотрены вопросы о новых резидентах региональных инновационно-промышленных парков, а также о включении строительства крупного отеля в перечень приоритетных инвестпроектов. В ходе заседания Совета был рассмотрен целый ряд ключевых инвестиционных проектов. Один из них реализуется в Кимрах. Там создается инновационно-промышленный парк Савеловский. Сегодня власти Верхневолжи официально признали его первым резидентом АО «Алькор». Предполагается создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию крупнейших в мире синтетических алмазов, которые будут применяться в самых разных сферах. Для производства нанооборудования, проводников, полупроводников, для спецпродукции, в том числе для космической индустрии и непосредственно бриллиантов, ну, как бы алмазов для ювелирных изделий. Также на заседании одобрено решение о признании научно-производственного объединения «Граница Ламандра» резидентом инновационно-промышленного парка Боровлёва-3. Там предприятие планирует построить современные цеха по производству средств и систем пожаротушения. Это даст порядка сотни новых рабочих мест. Мы вошли в этот проект с целью расширения нашей производственной базы, увеличения производственной мощности, увеличения дополнительных рабочих мест. Планируем реализовать его в пятилетний срок полностью. Будем применять все наши возможности и силы для реализации проекта именно в Тверской области. Кроме того, в заседании совета одобрено включение проекта нового гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов региона. Возле деревни Тишилова общество с ограниченной ответственностью LV.ru планирует строительство пятизвелочного отеля на 126 номеров. Муниципалитету это даст 180 рабочих мест. Предполагается, что в комплексе будут ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей. Выход на проектную мощность заявлен к 29-му году. Этот и другие рассмотренные проекты полностью соответствуют задачам, поставленным президентом страны, отметил губернатор. Смысл нашей работы состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести нашу экономику на новые рубежи. Это очень важно, потому что наши предприятия сегодня достаточно серьезно нарастили выпуск самой востребованной продукции, заняли ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Таким образом, правительство Тверской области продолжает работу по поддержке предприятий Верхней Волжи. В том числе, это инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны, отметил губернатор Игорь Руденя, подводя итог заседанию Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства. Продолжение следует...